Один крестьянин заметил исчезновение своего кошелька с деньгами. Обыскав весь дом, он не нашел кошелька и пришел к выводу, что его украли, перебирая в памяти всех, кто приходил к нему в дом последнее время. Крестьянин решил, что знает вора. Это был соседский сын. Мальчик заходил к нему как раз накануне исчезновения кошелька, и никто другой не мог бы совершить кражу. Встретив мальчика в следующий раз, крестьянин заметил в его поведении много подтверждений своим подозрением. Соседский сын явно смущался его, прятал глаза и вообще имел вид на шкодившего кота. Словом, каждый жест, каждое движение выдавали в нем вора. Но у крестьянина не было никаких прямых улик, и он не знал, что делать. Каждый раз, когда он встречался с мальчиком, тот выглядел все более виноватым. А крестьянин злился все сильнее. Наконец он так разгнился, что решил пойти к отцу воришке и предъявить ему формальное обвинение. И тут жена позвала его. «Посмотри, что я нашла за кроватью», — сказала она и подала ему пропавший кошелек с деньгами. На другой день крестьянин снова посмотрел на сына своего соседа. Ни жестом, ни движением не походил он на вора. Человек видит в окружающих то, что хочет видеть. Весь мир вокруг нас — это зеркало. От того, как мы его воспринимаем, будет зависеть то, как он воспринимает нас. Будьте добрее, и мир будет добрее к вам.